Первый день бытия, и у нас уже огромная мышь. Это мышь ли вообще? Ну да, сажать-то правильно жри, её не раз притащил. Но, по-моему, она какая-то огромная, Иша. Она в два раза больше, чем все мыши, что ты до этого тащил. Это точно мышь, а не крот там или ещё кто-то? Настрить твои башки. Да, вот первый день в деревне, и мне тут надо рамки на осушку выставить. Ничего не бывает летом, точнее, бывает только в августе. Кладбище или полукладбище живых и полуживых, не совсем живых, мёртвых. Мух. На том окошке тоже дофига было, уже смело. Кот у меня какие-то звуки издаёт. Или это животное ещё не сдохло? Ладно, тут слабонервные выли в прошлый раз. Хотя слабонервные могли бы не смотреть, тут поменьше мух. Пошла я рамки на осушку выставить. Да, вот это наша медогонка. Вообще конкретно наша, исконно наша медогонка, в выдрах сейчас находится. А это наша. Я их просто покажу, ибо мне велено переодеться в штаны и в резиновые. Вот четыре ящика, которые мне надо снести. Если верить легенде, по четыре рамки в каждом. Даже покажу сейчас. О, рамки. Кошки лавились между собой. Ну, в смысле мяукали. Я думала, этого дурака гоняет, потому что белый кот, дед Турин, по огороду шарахался. Я как раз с водой входила. Убрала я такие, с третьего захода этих, эти рамки сосушки. Было очень много пчел, на удивление. Даже вечером уже куда стемнело. Ну, жри его давай. Вот ты большую мышь тогда не дожрал, пришлось не кидывать. Да еще и сблеванул. Вот что за дурацкая привычка. Приезжаешь сюда, и первую мышь жрешь торопяк, будто кто-то отнимает. Мои родственники, как дно вообще не заметила, умудрились ручку от ведра куда-то деть. Которым я обычно воду сюда приносила. Я бы запасным таким ведром. С пруда. Ну, на самом деле, то что накачивалось насосом с пруда, но все равно. Тиша, жри ее, ё-моё. Даже и без этой мышки хватает. Что меня тут подмело? Мух смело. Вообще за последние несколько дней так выдохлась. Почти не спавшая по 3-4 часа по той или иной причине. Сегодня еще в ранище устало. В итоге все равно до конца еще не сделалось все. В России как-то очень все через жопу организовано. Крайней мере выключила последние. Вот в этом году, скажем так. Раньше было как-то оно все более нормально организовано. Если люди работали 5 дней в неделю, то они действительно и работали. Теперь работают 2 дня в неделю. И больше на мозги капают, трава качают. И показывают себя с очень плохой стороны. Вместо того, чтоб работать. Будто не с людьми работают как-бы себе подобными. Я не пойму с чем. Тиша, конечно, охренительно. Я думаю, мои родственники очень одобрят то, что ты вот тут в этот пакет эту мышь загдал. Ну, в смысле, она тебя в этот пакет удрала. Ладно, попробуем помочь как-то. Он ее поймал. Я боялась, что он в этом пакет, в этот пакет эти мышь зарезали. Мышь. А нет, она рядом просто ошибалась. Тиша, вот вместо того, чтоб ее выпускать, сожри уже, а? Ты ж ее наверняка искал, вылавливал. Так, тиша, тут медогонка. О! Где твоя мышь? Вот, если она под горку или под диван заберется, ведь хрен же достанешь. Кузел такой. Ну, задушил бы уж тогда, чтоб я ее вытянула и ежику отдала. Да, у меня тут помойка есть. Сегодня не успела ее в итоге вынести. Сейчас уже темно. Вшла, вспоминала, был ли у нас фонарь в районе огорода, так. Или дедушки на сираке. У дедушки вообще был фонарь, помню. На удлинителе какой-то такой. До сих пор есть лампочка, только надо вставить, наверное. Думаю, может даже рабочий. Ибо мы же костры жгли маленькими. И, в принципе, до поздна, и как мы через... Достал. Короче, костры жгли, и там как бы через ручей был мостик, прежде чем к огороду подойти. Ведь мы как-то шли. Думаю, наверное, там все-таки тоже фонарь был какой-нибудь, дедушка. Потому что делал что-то такое. Вот сейчас бы тоже надо какой-нибудь. Даже не солнечный может. Типа садовый. Так может такой. Вот этот-то туда точно не утащишь. В принципе, можно и утащить. Но как-то... Это и диета нормальная. Если не забуду обсудить ее с родственниками. Тише. Ты ее жрать будешь? Нет? Ну, лови. Мне перед моим уездом не ответили. Теперь пусть я, наверное, смогу проверить нормально или им даже ответить не раньше, чем вернуть в город. Ну, как я поняла. Мышка между ногами. А оно, видимо, все-таки может максимум 15-минутное видео делать, потому что почему-то... Дальше у него идет глюк сохранения. Типа он большой, такой большой. На самом деле нифига не большой. Вот я на опеншоте вчера делала. И оно как-то было... Ну, максимум 3 с лишним гига. Тише. Ну, ты же туда не пролезешь. Ну, сожри ты ее уже, а? Ну, что за дурацкая идея? Ну, пустил, что ли, опять? Жри давай, пока не убежала. Наверное, надо подписывать деревенские влоги, плейлист. Половина плейлиста для слабонервных не смотреть. Ибо кот в естественной среде естественной жизнью живет. Я ведь что-то сюда зашла, что-то сделать хотела. Вот увидела его. С этой хренью. Пахнет плесенью, не могу понять чем. Вообще, полотенчика, возможно, за плесенью. Вообще, полотенчика мне дарил хороший человек. Взяла мне тогда еще постирать моя тетя. Когда еще в той квартире была, да, вот тут мой палец пробежал. Прибежал по камере. И некоторые вещи бывало так, что они обратно не возвращались. Теперь-то у меня и стиралка, и моя личная собственная квартира, скажем так. Ну, в общем, это полотенчик оказалось в деревне. Уже такое сильно поюзанное. И уже в роли тряпочки. Ну, и вот она, в общем, лежала-лежала тут в одном месте. Видимо, совершенно вымокла. И так как, в принципе, меня-то тут недели три не было. И сюда так приезжают только вот на один максимум. Родственники, и то не каждый день. Раз в три дня в лучшем случае, да. И это, если повезет раз в неделю, где-то так, чисто к челам. В общем, и она слегка заплесневела. И еще чем-то таким вот пахнет до сих пор плесень. Я не могу понять. Хлеб вроде в сухариках не заплесневелый. В общем, можно, мы убедились, а точнее я, что это чудо все-таки жрет эту мышь. И больше тут гонок по вертикали не будет. Субтитры сделал DimaTorzok